Hola amigos! Bienvenidos! Добро пожаловать на канал KikiMexicanets! И сегодня это видео называется, и это очень по-русски. Я хочу с вами поделиться о вещей, которые вы делаете. Наверное, вы считаете, что это нормально, что так и должно быть везде. Но вам точно скажу, что в Мексике, кажется, это вообще мы не делаем. Поэтому оставайтесь со мной, чтобы вы знали о 5 вещей, которые только в России делают. И номер одно мне очень удивило, как в России люди передаются контактами. Например, у тебя есть номер от телефона человека, которого ищут. А ты можешь сказать, да, конечно, запиши её или его номер. Позвони, пиши, если что, скажи, что это от меня. А, хорошо, вот, запиши. А в России люди саране тебя спрашивают. То есть ты должен позвонить эту человеку и спросить. А ты знаешь, есть один человек, который хотел с тобой пообщаться, познакомиться или по каким-то поводам. Ты не против, если я передам контакт? И меня очень удивило, когда мои знакомые начинали меня спросить, если я не против, чтобы они дали мой номер телефона другому человеку. Я типа, о, спасибо. Когда ты в Мексике, ой, да, конечно, пиши ему, пиши ей и скажи, что это от меня и передай привет. А, нет, в России нет. И тоже помню, когда кто-то спрашивал номер телефона, она сказала, о, ты знаешь, да, конечно, да, я ему спрошу. Если он не против, я с удовольствием тебе дам номер телефона. Поэтому здесь как-то контакты очень хорошо сохраняют. И контакты передается только через знакомых таким путем. И только с согласию обладателям номера телефона. Это потрясающе, очень классно и круто, ребята. И, пожалуйста, пишите в комментариях, как вы поступаете, если вы тоже спрашиваете обладателям номер телефона, если он не против, чтобы вы передали его контакты, ее контакты. Номеро два, и это одна из много причин, почему я люблю Россию, это когда у тебя приходят в гости, у тебя еще есть еда, и ты решишь дать гостям своим контейнер еды, чтобы они доели. А потом, когда они тебе вернут этот контейнер, он должен быть с чем-то, он не должен быть пустой. И это мне очень нравится, потому что это щедрость. Мне кажется, в Мексике большинство у нас принято в том случае, что ты просто вернешь ультра-чистый контейнер с блеском, чтобы вы видели, что ты так хорошо помыл с удовольствием. И все. А здесь они еще что-то тебе вернут, это подарок. И, по-моему, хоть конфетка, может быть, что-то маленькое, но такое внимание мне очень понравилось. Так что вы молодцы, и я тоже когда это заметил, потому что это не было один раз и два раза, что мне вернули контейнеры с едой или с подарками, я тоже стал вернуть контейнеры с мексиканской едой, так маленькой готовлю, поэтому вкусно. Номеро трес, и это мне показалось немного странно, я не могу сказать, что это сильно люблю, но так и есть. Это когда, особенно зимой, вы приходите домой и начинаете так душно, нечего дышать, а на улице минус 15, минус 20, и начинаете открывать все окна. Надо все поветривать, а ты просто понимаешь, что, в принципе, дома комфортно, да, плюс 22 где-то. А начинаете все открывать. А главное, что обычно человек, который это все открывает, он как-то теплоделся, а ты как дома, ну, более как легкие одеты, и просто тебе так холодно, и... Не знаю, но мне очень странно было такое ощущение, что ничего не могу дышать. Что здесь такое? Такое чувство, что нет свежего воздуха. Все открываю. Я знаю, что не все русские такие, но обычно где-то хотя бы один из семей есть такое. Поэтому напишите, если вы такие, которые все открывают, или наоборот, те, которые все закрывают, потому что холодно. Так что открывать окна зимой, когда супер холодно, чтобы дома стало еще холоднее, это очень по-русски. Номеро квадро. Когда я начинал учить русский язык, один из первых фильмов, который я посмотрел, это была Ирония судьбы. И для меня это было как открытие, потому что это как первая информация, которую принимаешь прямо к культуре. И для меня было очень интересно эта любовь к ванне. Я заметил, что в России идти в ванне, это там можно что-то праздновать. То есть если с работой, с друзьями, как тем более в этом фильме, что они каждый перед Новым годом собираются каждый год. А сейчас я не могу припомнить что-то, которое у нас есть в Мексике, такое прям сильно, как для русских в ванне, что каждый год перед Новым годом мы встречаемся. А это ещё больше, потому что, смотрите, в принципе, в русской ванне вы можете какие-то вечеринки устроить. То есть когда с друзьями встречаться. Или это место для праздников. Даже можно арендовать отдельные кабинки или комнаты, чтобы там что-то отмечать. И тоже, как понимаю, люди, которые есть в даче, они всегда стараются, чтобы тоже построить баню. Может хоть и маленькая, но ваня должна быть. И мне показалось, что в России любовь к ванне – это как общее уважение. Например, когда люди заходят в общественные места, люди не здоровятся, просто проходят. Это может быть ресторан, магазин. Как-то они более скромного. А когда люди заходят в ванне, даже несмотря, что они знакомы, всегда здоровятся. Когда они выходят, тоже прошаются, даже говорят с лёгким паром. Так что я заметил, что в ванне в России это что-то большее. Это какое-то искусство, которое объединяет людей. Они себя уважают. И это очень классно. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вы ходите в баню. Если вы там ходите, чтобы что-то отметить. И если это тоже перед Новым Годом. Или это просто была фишка фильма, и на самом деле так не происходит. И номер 5, который, конечно, связан с погодой, это замена обувью. Я в других видео говорил, что меня удивило, что люди не ходят с обувью дома. Потому что вы удивляетесь, но в Латинской Америке это бывает. Но я сейчас немного о другое. Есть, конечно, много профессий в Мексике, которые, допустим, если ты врач, ты авиасом поменят обувью. Или если ты на свободе, конечно, нужно что-то сошитное. Но, в принципе, всё. Тоже девочки иногда просто ходят и потом заменяют на каплюки, если это в школе. Но я заметил, что в России профессии, которые не связаны с здравоохранением или какой-то промышленность, тоже заменяют обувью. И у них есть обувь для улицы и для работы, внутри работы. Обычно они очень удобные. И бывают такие обуви, которые никогда не трогали, касались улицы. Это только для сокрытия места. И мне кажется, в Мексике очень мало людей, которые имеют такие, если они не связаны с здравоохранением или производством. Обычно, если, допустим, ты работаешь в банке, ну, и как и выходишь из дома, и тоже будешь там на работе, и много профессий. И мне было очень интересно, что у меня есть подруги, которые имеют каблуки только, чтобы шарахаться по дому. То есть она приходит и она говорит, не переживай, это каблуки, но это только по домам. И имеет такие супер красивые каблуки, которые это только по квартирам ходить. Это супер! Я никогда в этом не видел, что есть специальные каблуки, чтобы только дома быть. Так что, пожалуйста, пишите в комментариях, если у вас тоже есть такие пары обуви, чтобы ходить по дому или дому друзей. Если вам интересно все эти отличия, как я воспринимаю русский менталитет, тоже советы, как учить испанский, отличия между испанский язык, русский язык, мексиканский менталитет, русский менталитет, не забудьте подписываться, чтобы вы могли получить все уведомления о новых роликах. Надеюсь, что вам понравилось, вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!